Армянский банкомат Сегодня разговор хотелось бы начать с того, что человечество как глобальный феномен, природное явление вообще никому ничем не обязано, кроме Всевышнего Создателя, который его сотворил. Но вот на этом глобальном фоне человечества одна из ничтожно малых частичек, его страдающая тяжелой формой недуга под названием радикальный национализм, непрерывно и одержимо пытается навязать человечеству ощущение, что оно обязано этому этносу. Не важно в связи с какой выдумкой, но лишь бы навязать это ощущение. И сегодняшний миф ничего нового не добавляет к этой картине, это просто очередная байка из того же ряда, на опровержение которой, к сожалению, приходится потратить некоторое время. Итак, миф гласит, что человечество обязано армянам тем, что пользуется сегодня банкоматами, поскольку банкомат был изобретен армянами. Как и в предыдущих случаях, обратимся сначала непосредственно к тому, что говорят сами создатели и раздуватели этого мифа. А говорят они следующее. Некий американский гражданин армянской национальности по имени Лютер Симджан еще в 1939 году прошлого столетия изобрел банкомат, и этот факт засвидетельствован патентным документом. Это изобретение сразу же придали забвению, поскольку не оценили его по достоинству, так утверждает миф. А потом, в 1961 году, американский банк CityBank of New York решил проверить изобретение Симджана в деле, но проверка показала его непригодность для успешных банковских операций. Собственно, вот и вся легенда. Опровержение начнем с демонстрации этого патента и с того, что свой аппарат Симджан назвал банкограф. И это не случайно. Он прекрасно знал, что это устройство не предоставляет услуги по автоматической выдаче наличных, осуществлению денежных переводов и прочих банковских операций. Уже само название банкограф, то есть устройство, проводящее банковские записи, указывает на ограниченность его функции и на то, что этот аппарат не мог называться банкоматом, или сокращенно ATM. Automated Tether Machine, автоматическая кассовая машина. Эти буквы и аббревиатуры вы можете видеть сегодня на банкоматах, тем более в современном понимании этого термина. Официальные заключения, сделанные в США, свидетельствуют, что аппарат банкограф был оценен специалистами как далеко не полнофункциональный депозитный автомат, принимающий наличные чеки. Банкограф не выдавал наличные и не был связан с внутренней банковской системой. Аппарат был действительно представлен широкой публике в 1961 году, когда на 6 месяцев его разместили в нескольких вестибулях банка CityBank of New York. Но даже до истечения этого срока CityBank прекратил его использование из-за его крайней неэффективности и отсутствия спроса со стороны клиентуры банка. Забавную оценку своего изобретения и той временной сделки, которую он заключил с CityBank of New York дал сам Симчан, написавший об этом своей автобиографии. Здесь мы цитируем. Похоже, единственными людьми, которые пользовались этими автоматами, было небольшое количество проституток и шулеров, которые не хотели иметь дело с кассирами лицом к лицу. И банк сказал, что их было недостаточно для того, чтобы сделать сделку прибыльной. Как говорится, слово с песни не выкинешь. Вот, собственно, и вся история изобретения американским гражданинам армянского происхождения, который сконструировал некий аппарат, который ни тогда, ни сегодня, ни коим образом нельзя назвать словом банкомат. А вот теперь поговорим о действительных изобретателях полнофункционального банковского автоматического кассового аппарата ATM, который сегодня принято называть одним коротким словом банкомат. Знакомьтесь, американец Дональд Вецель. Именно этого человека во всем мире считают изобретателем современного банкомата. Прежде всего, Вецель разработал во всех технических подробностях концепцию банковского устройства, которое наряду с автономной полнофункциональной работой, предоставляющей широкий ряд банковских услуг, в то же время оставалось бы интегральной частью единой банковской системы. В 1968 году, работая вице-президентом компании DocuTel Corporation в штате Техас, он разработал банковскую установку DocuTeller, которая впервые была внедрена в здание Chemical Bank в Нью-Йорке в 1969 году и была заверена патентным документом в 1973 году. Дональд Вецель жив, ему 94 года, живет он в США, в городе Даллас. Вы можете также видеть патент, выданный Дональду Вецелю за изобретение банкомата, в котором указаны также имена Томаса Барнса и Джорджа Чейстона. Это коллеги Вецеля, которые принимали самое непосредственное участие в разработке банкомата, потому что Томас Барнс – это инженер-механик, а Джордж Чейстон – это инженер-электрик. Эта работа требовала участия таких технических экспертов и специалистов. Как было отмечено, компания DocuTeller Corporation в 1969 году впервые установила свой банкомат в Нью-Йоркском Chemical Bank. Так вот, на этих банкоматах впервые были использованы карточки MagStripe, то есть карточки с магнитной полоской, с закодированной на ней индивидуальной информацией владельца. А с 1971 года компания DocuTeller Corporation приступила к широкому использованию полнофункциональных банкоматов США. Было установлено 200 аппаратов в Нью-Йорке, Чикаго и Балтиморе. Официально патент на использование банкоматов DocuTeller был выдан в 1973 году. Здесь вы также можете видеть историческое фото, на котором запечатлен момент установки банкомата компании DocuTeller Corporation в здании той самой упомянутой Нью-Йоркской Chemical Bank в 1969 году. А далее начинается бурный процесс распространения банкоматов, принадлежащих различным банкам не только на территории США, но и в странах Европы, Азии и Африки. На этих фотографиях 60-70-х годов можно видеть ранние образцы этих банковских аппаратов, дизайн которых в дальнейшем, разумеется, претерпел заметные изменения. Но на них в то время прямо с улицы уже можно было впервые успешно проводить различные банковские операции, начиная, конечно же, с извлечения наличных денег. Однако, как это часто бывает в подобных случаях в Европе, на Британских островах, существует мнение, что создателем банковского аппарата-банкомата следует считать Джеймса Goodfellow, шотландского изобретателя. В 1966 году он запатентовал технологию персонального идентификационного номера, PIN, и свою версию банкомата. Разработкой автоматического банковского устройства он начал заниматься еще в 1965 году. Изобретенная система позволяла считывать закодированные данные с карточек. Патентное изобретение был выдан 2 мая 1966 года. Считается, что первый в мире полнофункциональный банкомат был открыт для использования в 1967 году в Северном Лондоне в Венфилде. Еще одним британским изобретателем банкомата является Джон Шефферд Баррен, который возглавлял команду, установившую свой первый банкомат также в 1967 году. Но на несколько дней раньше банкомата Джеймса Goodfellow банковский аппарат Шефферда Баррена был установлен в отделении банка Barclays. По этой причине многие считают именно его изобретателем первого банкомата. Подводя итог сегодняшней беседы, можно с полной уверенностью сказать, что современный банковский аппарат, глобально распространенный и широко известный под названием банкомат, не является изобретением армян. И вы, доставая сегодня свои наличные из этих банковских машин, можете быть уверены, что за это абсолютно ничем не обязаны армянскому народу. А в заключении прошу еще раз взглянуть на тех, кто во всем мире заслуженно и обоснованно считаются изобретателями ATM-установок, называемых банкоматами. Это Дональд Ветцель, Джеймс Гудфеллоу и Джон Шефферд Баррен. А народы, которым они принадлежат, никогда не требовали, чтобы остальное человечество ощущало себя обязанным им за использование банковских автоматических кассовых аппаратов. Интересно, почему? Вот в чем вопрос, как говорили классики. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте поддерживать его лайками, потому что впереди у нас еще много интересных разговоров. Всего хорошего!